Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с творчеством известного художника Альфреда Эмилия Аполь Стивенса. Немножко рассказать его биографии, показать те картины, которые нашел в интернете. Родился он 11 марта 1823 года в Брюсселе, но его считают французским художником. Он родился в семье французского офицера, который служил в штабе Герцога-Аранского в битве при Ватерлоу. Я воспроизвожу данные по Википедии. Его отец был страстный коллекционер, ну и, видимо, Альфред. Как раз он наследовал увлечение с живописью. Его отдает в бруссельскую мастерскую Франсуа Жозова на вяза. Он учится там. Через некоторое время его показывают известному художнику того времени, в 1844 году, Камило Ракплану, который, видимо, как обратил внимание на Альфреда, предложил ему поступать в школу изящных искусств в Париже. После показа нескольких работ Альфред уезжает в Париж, но недолго там учится. Продолжительно опять возвращается в Бруссель. Его первая картина, которая, кстати, находится в музее истории Гамбурга, как называется «Раненый солдат», произвела впечатление. Камило Ракплан еще раз при очередном визите ему рекомендует настоятельно вернуться в Париж. Он говорит ему, вернись в Париж, твое место рядом с мастерами. И Стивенс послушался и начал работать в парижской мастерской своего друга Флорана Вилемса. Он продолжает творить. Все его картины успешно продаются в Париже. Жюри Парижского салона в 1861 году отметил его картину «Радости жизни», но не присудил ему медаль, поскольку это была жанровая сцена. На что Стивенс, как писали современники, ответил, что «Оставляю вас с вашей медалью, а жанр – это мое дело». Он хорошо ответил «Да». Он писал светских женщин, преимущественно парижанок, портреты, жанровые сцены, героини, всегда молодые, модно одетые дамы, иногда собачками, реже с ребенком. Действительно интересная и красивая работа. Художник посвящает себе почти исключительно жанровой живописи. Завоевывает большую популярность и положительные рецензии в печати. Кстати, ему позировала известная натурщица Виктория Миран, которая позировала Мане. В 1967 году художник стал кавалером Ордена Почетного Легиона, почетное звание. Участник многих международных выставок в Антверпене, в Париже, в Брюсселе. Он выполняет заказы бельгийского короля Леопольда II. В 1900 году в Париже состоялась его прижизненная персональная выставка. По тем временам совершенно неслыханные события. Вот, посмотрите его работу. Надо сказать, что в то время, в 1902 году, на аукционе одно из его полотен ушло за 9200 франков. Обалденная сумма по тем временам. А картина Стивенса «Радости жизни» ушла за 25 тысяч франков. Вот такой был художник. Удачно продавал свои картины, но и красиво писал, конечно. Прожил в Париже много лет, но вернулся на родину за несколько лет перед смертью. И умер в 1906 году в возрасте 83 года. Вот, собственно говоря, и все у Альфреда Эмиля Леопольда Стивенса. Его картины посмотрите. Все, всем пока, всем привет. Вместе с вами я узнал некоторые картины Стивенса. Ну и эпизоды, наверное, из его биографии. Пока-пока. До свидания. Всем привет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok